На вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Неразрывно и непоколебимо соединились между собой три удивительных чуда, неизвестных от начала времени и превосходящих силы самой природы нашей. Чудеса эти следующие. Рождение незамужнюю матерью, воскресение после тридневной смерти, вознесение плоти на небеса. История знает рождающих неплодных женщин, однако же рождающих не вне брачного соединения. Знает воскресавших мертвецов, но воскресавших не для бесконечной жизни. Знает возносящегося пророка, но возносящегося как бы на небо, то есть не на истинное небо. Илья переменил одно место на другое, а Спаситель вошел туда же, откуда и не шел, вошел в присутствие мужей и женщин, во множестве созерцавших его до тех пор, пока их пристально осмотревшие высоту очи не ослабели. Причем ангелы дали им свидетельство касательно того, что они видели, и предвозвестили второе его пришествие. И вот, говорит Писание, мужа два предстали пред ними в одеждах блистающих и сказали, мужи галилейские, что стоите, смотрите на небо? О, сколь много совершено благим Господом ради лукавых рабов для их спасения! Он не шел с небес, вошел на небеса, снова придет с небес. Но как придет? Не другую восприяв ипостась, о плотском образе в человеческом виде. Однако ж, не перенося уничижения, как прежде, не засыпая в корабле, не испытывая тягостной жажды у колодца, не сидя на жеребенке, но устремляясь на осленке облачном, не рыбарей, ведя с собою, но сопровождаемый ангелами, не стоя возле судейской кафедры, но сам, судя концы вселенной и самим рыбарям даруя судейскую власть, как и сам учит, говоря своим ученикам, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолов судить двенадцать колен Израилевых. А иудеям, если я силую Вильзевула изгоняю бесам, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, поэтому они будут вам судьями, потому что, будучи из иудеев, не мыслили по-иудейски, но своим сродникам, убийцам Господа, предпочли страдания Христовы и его язвы. Великое чудо, необыкновенное судилище. Странно видеть, что рыбарь судит, фарисей же судится, что делатель палаток сидит с дерзновением. Архиерей же со стенами дает отчет. А зачем ударяли Господа полоните, били по главе и, наконец, наследника убили вне виноградника? Зачем вергали Петра в темницу? Зачем уносили Павлу пять раз по сорок ударов без одного? Но достойный удивления в глазах иудеев, архиерей Анания повелел своим слугам ударять по устам Павловым, по устам Павла, по устам благодати, по устам истины, по органу жизни, который звучит громче всякой трубы, стройнее всякой гармонии. По органу Христову, по флейте Духа. Павел своим языком возвещал то, что было угодно Святому Духу. Поэтому, думаю, что Давид говорил от лица Павла, язык мой трость скорописта. Что же говорит Анания и Павел, заранее созерцая грозящему наказание? Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Стена подбеленная, гроб украшенный, снаружи враг, внутри мертвец, так как нам приближить дать отчет во всем, что сделано нами во время своей жизни, так как предстоит всемирный суд, на котором спросят о том, что мы сделали с уверенными нам талантами. Взыщут за отвержение таинственного брака. Спросят о светильниках брачной горницы, о возрастании семени, о плоде виноградника, о плоде и обо всем, что он открыл нам через свои притчи. То взвесим свою жизнь, переменим ее дела, не занимаясь более меной серебра, не добывая себе золота, не сужая деньгами за большие проценты, потому что судья огнушается этого. Но доставляя пропитание бедным, проявляя страннолюбие, призывая Бога и делая все, что может смягчить гнев судьи. Взирая на Авраама, постигни выгоду от страннолюбия, о пользе усердной молитвы, заключая по примеру ниневитян. Взирая на сокровищницу милостыни в Тавифе, она бездыханно лежала на одре. Готовились зарыть ее в могилу, но вдовицы, окружив Петра и показывая дары мертвой, исторгли умершую из ада. Деяние 9 глава. Если слезы вдовицы оживили мертвое тело, которое, очевидно, снова имело умереть впоследствии, то что, по твоему мнению, воздаст судья в оплату за благодеяние тем, которые щедрой рукой питали бедных и не лишили себя их свидетельского показания, тогдашний царь будет неотъемлем, так как между ним и его обладателем станет уже не смерть, но взамен смерти будет иметь место вечная жизнь. Вострубит, говорит Писание, и мертвые во Христе восстанут нетленными и неизменны, по примеру, Господа. И как его взяло некоторое облако, так и мы, по слову Павла, восхищены будем на облаке. И как он вошел при радостном крике и трубном звуке, таким же точно образом и мы, услышав архангельскую трубу и стряхнув в себя облако смерти, как сон, соединимся с начальником жизни. И так, говорит Писание, всегда с Господом будем. Помышляя о Господнем, охраняя Его заповеди, да удостоимся же все мы услышать этот блаженный голос. Добрый раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господа. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.